привет друзья уже неоднократно замечал в комментариях к своим фильмам ваша просьба рассказать о моих наручных часах честно говоря если бы не вы я бы никогда бы них и не задумался а тут вот взял их в руки начал крутить рассматривать и размышлять вообще правильно или я часы нашу может мне нужны какие-то другие не знаю я вот охотник дохожу в походы иногда ухожу глубоко в угодье все это сопровождается порой довольно сложными погодными условиями ну это зима лето до межсезонья это дожди снег это какая-то грязь вода то есть все довольно жестко где-то ты ими постоянно зацепляешься ударяешься и так далее в общем начал я изучать всякие там часовые сайты и просто обалдел ребят это сейчас столько всего столько наворотов какие-то там трекинговые с gps приемниками солнечными батареями не знаю там с измерением давления высоты какими-то пульсометрами децибелометрами в общем темный лес ребята и а дизайн-то какой это просто обалдеть там одни красивее других я вот так честно говоря сидел и часа два просто смотрел в монитор в общем вот так вот я сидел выбирал себе часы читал какие-то статьи что-то там сравнивал а потом вдруг понял одну простую истину ребят настоящие правильные часы это как раз те которые ты когда-то купил выставил на них время дату одел на руку и просто забыл про них да друзья то есть каждый день на автомате ты берешь одеваешь их на руку застегиваешь браслет и о них забываешь лишь изредка когда тебе это требуется ты вскидываешь взгляд на циферблат который час и не думаешь никогда там а как они себя чувствуют они давят ли они мне где-то там на запястье не натирают ли что-то они не сломается ли там браслетик вот если ты где-то ими ударишься они разобьется ли стекло или там я не знаю еще чего либо в них отвалится в общем о чем это я ребят правильно о надежности отдел и забыл вот какой девиз и принцип я бы выбрал для настоящих мужских часов для охоты походов повседнева не знаю и вообще на все случаи жизни хорошо другой вопрос а что в них вообще должно быть может какие-то функции там хронограф и так далее время ребята они должны показывать точное время ну пусть еще хорошо дата будет и какая-то подсветочка чтобы ночью смотреть но это по крайней мере для меня вот так да я конечно понимаю что парни увлекающиеся бушкрафтом даже какими-то горными походами наверное для них будут важны в часах какие-то еще дополнительные функции скажем высотомер там измерение давления может быть какой-то даже там gps tracker или пульсометр вот я знаю есть такие чтобы нагрузку свою рассчитывать смотреть насколько нагрузился да наверное так но опять же это все должно быть оправдано то есть часы должны быть к месту и под определенные какие-то задачи ну а мне вот это куда я не знаю я хожу до в охотнички это походы ну марш броски бывает пересеченки скачу как сайгак ну всякое бывает но для чего мне вот время посмотреть да это честно говоря ребят я могу в принципе без часов обходиться я прекрасно чувствую приблизительное время по природе по солнцу и так далее также я конечно понимаю что технологии на месте не стоят и сейчас действительно есть много таких хороших часов да с довольно полезными функциями там под те или иные задачи но вот лично я себе новые покупать точно не буду вот есть такая хорошая русская пословица старый друг лучше новых двух подарок скажете ну ты вы знаете часы в подарок это вещь тоже такая довольно неоднозначная вот особенно что касается если вот меня смотрит женщина сейчас я обращаюсь от женской аудитории дорогие барышни если вы хотите вашему мужчине сделать подарок в подарок подарить наручные часы не покупайте их без него вот дам вам такой совет берите его за руку и ведите в часовой магазин пусть он сам себе их выбирает ну или в конце концов где-то может на сайте себе присмотреть какие-то понравишься а потом все равно поехать с вами в магазин и себе подобрать те которые по крайней мере он будет носить все берете ведете в магазин пусть сам себе выбирает в конечном итоге если потом вдруг ему что-то там не понравится это как бы не ваши проблемы он сам себе выбирал могу сказать что для меня определенно нужны часы со стрелками потому что помимо времени я еще с помощью них запросто могу ориентироваться по солнцу ну вот и давайте предлагаю вам на примере вот этих моих старых добрых наручных часов сейчас я вам расскажу свой подход при выборе вообще и какие-то мелочи да то есть как их использовать носить и так далее поехали я держу в руках японские часы марки casio модель titanium line age или линьяж я уже заранее извиняюсь если как-то неправильно произношу да и ребят я сразу оговорюсь мне никакой магазин там за рекламу каких-то часов этих ничего не платил я таким не занимаюсь и в принципе это мое личное субъективное мнение я вам рассказываю вот просто может быть кому-то это поможет там как-то в выборе об этих часах которые я ношу вот сейчас внимание с 1999 года то есть им ровно 20 лет я даже не поленился где-то в секретерии там в загашнике раскопал чек и паспорт на них до когда я покупал 99 год ребят да и именно такую модель вы уже новые наверное не найдете то есть даже при всем моем желании их как-то разрекламировать купить их к сожалению у вас не получится я лишь хочу донести до вас этот наш принцип а дело забыл да что может как-то помочь вам в дальнейшем при выборе чего-то подобного ну вот смотрите это кварцевые часы да они на батарейке и вот тут сразу стоп вот я вам сейчас скажу я менял эту батарейку за 20 лет всего два раза то есть два раза ребят это ну где-то лет через первый раз лет через десять-двенадцать а потом вот не так давно где-то примерно года полтора что ли назад я ее тоже заменил но это чтобы вот есть комментаторы да я знаю сейчас скорее всего кто-нибудь там напишет а из вас об батарейка это может как-то неправильно ребят это я вам скажу запредельно ну то есть два раза за 20 лет вот вам и батарейка корпус этих часов и браслет выполнены из титанового сплава имеет такой благородный приятный оттенок что такое титан может кто не знает то есть обычно это ассоциируется с двумя понятиями у металли это легкость и надежность да эти часы легкие это вот не стальные часы из стали до которые прям вот ты берешь в руку и чувствуешь да вот эта мощь вот это вот это часы вот эта сталь то есть ими там я не знаю можно орехи наверное колоть или там даже в какой-то недруга зашвырнуть ненароком так вот это все не про эти часы они действительно очень легкие то есть ты ходил на руку и практически не ощущаешь они не давят запястья нигде ничего не оттягивают и при этом до титан это все-таки очень прочный металл то есть вот титан и прочность это можно сказать вообще синонимы не случайно эти металлы и их сплавы используют в ракетостроении и авиации застежка здесь вот это идеальные ребят то есть ты их просто одел застегнул и все 20 лет и как бы хоть бы ей хны я не знаю что они еще рассказать она никак не ломается ничего с ней не происходит корпус как я говорил также у них выполнен полностью из титана выдерживает давление 5 бар и погружение на глубину до 50 метров ну наверное для дайверов это важная информация а для меня лично и это просто то есть можно мыть руки там под струей проточной воды им хоть бы хны и никакого конденсата там нет ничего нигде не протекает не скапливается то есть по полная защита от влаги воды здесь отсутствует вот эти цифры обозначающие время привычные вот эти штрихи но я ребята настолько к ним привык но не знаю это вообще со школьной парты это обычный циферблат тут и ты взглянул секунду ты сразу видишь который час да кстати тут еще вот и есть такие штрихи потоньше минуты то есть ты в принципе видишь каждую минуту может даже с точностью с точностью сказать не примерно там без 15 а без там 23 минут час и так далее такой черный фон циферблата ну не знаю мне кажется это как-то так вот к на контрасте стрелочки видны на черном фоне но опять же дело вкуса ребят не знаю мне нравится каждый вправе из вас выбрать тот цвет который вам больше всего по душе сбоку здесь вот эта кнопочка нажал задержал посмотрел эта подсветка она у меня уже конечно здесь немножко потускнела со временем но все равно все прекрасно видно показывает все ночью где-то в темноте прекрасно видно и настройка времени и даты то есть ты выдвигаешь настраиваешь кстати если ее полностью до конца вот выдвинуть вот так то останавливается секундная стрелка может быть удобно да для синхронизации то есть установки точного времени кстати я вам скажу ребят что да вот кварц они до сих пор 20 лет они показывают очень точно у меня часовой мастер когда менял батарейку он даже год удивился он проверил по какому-то я не знаю я не не часовик не разбираюсь но какой-то хронограф у него точно он там как-то проверил горит у них вообще отставание там ну это просто какие-то микро не знаю как это правильно даже сказать то есть это говорит настолько допустим уже они практически идут вот очень точно 20 лет он очень удивился горит до час игр замечательный приятно да и теперь вот немаловажный момент вот если вы заметили сам вот этот корпус с циферблатом он такой здесь небольшой то есть вот да я знаю есть такие вот большие некоторые любители носить часы с большим корпусом и кстати ребята всякие там тоже бушкрафтеры и так далее походники я замечал что у них прямо вот большой такой циферблат но видимо там помимо времени выводится какая-то действительно там информация о высотах давление то все это нужно куда-то уместить то есть такие вот часы настоящего таежного охотник походника охотника походника да вот здесь же нет ребят вот для меня ну очень удобный такой небольшой циферблатик он никогда у меня не упирается вот в запястье и вот эти вот сами тут крутилки вот эта кнопочка она мне не давит и не мешает при когда ты запястье сгибаешь а вот большие часы я пробовал носить большим вот этим корпусом и вот эти вот как бы регулировки все они мне вот сюда механизм вот это мне вот сюда вот упирался и начинал натирать при этом кстати особенно когда ты под рубашку как-то одеваешь а здесь ты их даже под рубаху одеваешь там под манжеты они нигде у тебя не давит вот на эту часть запястья вот лично для меня такой небольшой циферблатик это просто вот но это опять же это вот лично в моем случае а вы же если может быть у вас рука больше там до большая рука то есть без проблем запросто на ваш вкус там берете себе сюда вот такую циферблате что буду хоть на стены себе повесьте на руку главный принцип ребят опять же не забываем это на делай забыл чтобы они вам никак не мешали это них просто не вспоминал ну не знаю что еще ребят про них можно вам рассказать наверное добавлю лишь что я их поносил всю службу свою и в том числе когда и в горах служила они со мной были то есть всегда практически они сколько себя можно сказать помню они со мной это тот самый случай когда действительно про них можно сказать они прошли со мной огонь и воду причем что в буквальном что в переносном смысле этого слова ну в принципе вот эти часы всегда со мной но я не знаю я не готов их менять на что-то другое я в принципе с ними уже как бы сроднился наверное действительно существует какая-то такая знаете незримая связь человека его вещи которые он постоянно пользуются носят на протяжении очень долгого времени то есть да действительно они как бы ко мне приросли я не знаю вот бывает наверное по и понимаю поймете сейчас меня когда вот забываешь одеть уже как бы испытываешь какой-то дискомфорт чего-то вот уже не хватает я ведь их одеваю не только куда-то там на охоту в походы и так далее то есть использую их постоянной в повседневной жизни и даже на каких-то там праздниках не знаю банкетах и так далее под рубашку они также я считаю хорошо смотрятся то есть мне за них абсолютно не стыдно то есть вот исходя из всего того что я вам про них рассказал ребята уже есть да над чем задуматься при выборе опять же не конкретно вот этой модели а как бы сам принцип и хотел бы пообщаться с вами теперь а таких знаете тонкостях и нюансах как их носить на какой руке и так далее и вот такой небольшой вам экскурс в историю изначально когда появились первые наручные часы то есть но большинство населения планеты земля все-таки правши и вот сам механизм был разработан именно для правшей то есть вот это просто удобство поэтому люди и на носят их на ну как правило на левой руке потому что подзаводить часы правой рукой для человека интуитивно подсознательно комфортнее и удобнее это делать когда они находятся на левой руке ну и также раньше в принципе это была такая некая знаете мантра то есть вот именно подзаводить часы причем выполнял она сразу две функции то есть первое это чисто техническое действительно подзавод пружины механизма натяжения чтобы часы просто не остановились и вторая это продемонстрировать то есть ты вот так вот скидываешь руку да и подзаводишь продемонстрировать окружающим свои там какие-то дорогущие часы это вы знаете как бы ну показать да раньше часы могли себе позволить наручные далеко не все это такой предмет был роскоши и продемонстрировать лишний раз их на публике где-то подчеркнуть свою статусность вот свое положение какое-то особое в обществе это всегда было очень да поэтому вот такой момент да впрочем кстати и сейчас многие относятся к часам вот не как я как к инструменту да вот а все-таки еще какому-то предмету такую роскоши также друзья существуют еще и некие такие около эзотерические мнения то есть суждение о ношении на правой или на левой руке вот например у китайцев китайцы носят часы именно на правой руке в большинстве своем потому что считается что на запястье левой руки проходят некие важные энергетические центры чакры я не знаю которые когда если ты допустим одеваешь что-то на левую руку браслет там до ремешок и так далее эти чакры блокируются и это как-то может повлиять там не в пагубно на здоровье человека не знаю что то там закрывается также что-то еще слышал о неких неординарных выдающихся способностях людей причем правшие тоже но носящих часы на правой руке то есть некие гении люди высокой материи искусства и так далее да уж куда нам простым обывателям нам с вами до них но лично на мой взгляд ребят ношение часов на правой руке это чисто физика то есть ничего такого в этом нет и опять же мы возвращаемся с вами к моменту у ношения часов с большим циферблатом с большим корпусом вот дело в том опять же вот эти до механизмы когда сгибаешь запястья они вот здесь упираются и что вызывает у многих дискомфорт а перевесив часы на правую руку при изгибе уже нечему никуда упираться то есть ну чисто физика удобства и комфорта все то есть вот так вот да и как бы нормальный ну а лично я ребят привык носить часы на левой руке и мне абсолютно там до лампочки на какие-то чакры традиции я не знаю и так далее то есть носите часы на той руке на которой вам удобнее вот я считаю такой самый главный железный аргумент точнее до титановый напишите ваше мнение в комментариях мне тоже будет интересно почитать на какой руке вы носите а может правда чакр какие не знаю да еще такой мне задал вопрос один из моих подписчиков интересный вопрос а почему некоторые носят часы циферблатом вниз то есть вот вот так вот я кстати у меня тоже они иногда вот так вот перекручиваются и циферблат оказывается внизу просто я никогда вот не люблю что-то затягивать в то в данном случае ремешок тоже он у меня довольно свободно гуляет по запястью вот ну не вызывает дискомфорта и перекручиваются вот так вот лично для меня вот принципе не вызывает это какого-то там я не знаю каких-то непонятных ощущений я могу и так смотреть но опять же тут вот начитался очень много всего в интернете я даже вот на бумагу специально некоторые выписал вот эти мнения да почему циферблатом вниз зачитаю вам лишь некоторые из них первое чтобы как браслет смотрелось акцентировать внимание на красле на красивом браслете второе из-за браслета не по размеру часы под своей тяжестью переезжают вниз третье меньше задевается предметов то есть часы более сохранны четвертое так просто удобнее смотреть время и 5 безопаснее для часов в полевой обстановке внутренней стороной руки труднее стукнуть по камню железки и так далее и это лишь малая часть мнения ребят которые я вычитал то есть выбирайте на ваш вкус пожалуйста любой из них впрочем вопрос оказался не таким однозначным и простым как кажется на первый взгляд я вот человек военный поэтому будем с вами отталкиваться от практики использования часов в полевых условиях то есть находясь где-то в жестких полевых условиях стукнуть циферблат если он находится снаружи на запястье действительно выше чем если бы он был внизу тут они более защищены логично логично вот это кстати первое такое разумное объяснение почему циферблатом вниз во вторых так действительный на мой взгляд удобнее смотреть на часы то есть вот когда циферблат снаружи чтобы посмотреть на время ты как бы поворачиваешь кисть вот так вот по часовой стрелке что как бы ну против хода что называется это такое не совсем то естественно для человека движение и это действительно может вызывать какой-то там неудобство какой-то дискомфорт чем нежели когда ты вот так вот так вот руку делаешь то есть вот намного здесь но сами попробуйте да вот такое движение она как-то ближе что ли вну человеку как-то более комфортно то есть это вот такой второй момент возвращаясь к военной тематике опять же то есть часто бывает что руки просто заняты и какие-то лишние движения делать просто ну физически очень тяжело поэтому посмотреть вот так просто взглянуть на время намного более удобней скажем снайпера да они держат оружие двигаться нельзя рука лежит то есть посмотреть вот так вот вообще без движения это намного более эффективно когда циферблат находится внизу посмотреть на свой хронограф просто взглянуть в охоте ну например когда ты на рябчике сидишь опять же удобнее посмотреть на часы циферблатом когда они циферблатом вниз то есть это во первых меньше движений ты засек время сколько ты уже сидишь посмотрел правда конечно когда рябчик подлетел тебе наверно уже не доказать никаких не до часов возвращаясь к военке опять же если держишь оружие под цевьё то они уже че часы циферблатом вниз уже обращены к твоим глазам тебе вообще не нужно делать никаких движений ты сразу видишь время то же самое касается и управление автомобиля когда ты держишь руль то есть посмотреть на часы за находясь за рулем удобней чем если они у тебя будут циферблатом наверх да и вообще в принципе любая вещь там планшет например ты держишь в руках да опять же вот ты просто взглянул чем тебе надо руку убирать и вот так вот смотреть то есть вот здесь есть опять же такая простая физика ребят который действительно аргументирована и действительно ношение часов циферблатом вниз во многом оправдана и иногда она удобнее впрочем ребят не нужно сейчас вот всем братья переворачивать часы циферблатом вниз опять же здесь все зависит от вашего желания удобства и комфортно лично для меня вообще не принципиально но мне не знаю привычнее когда циферблат вот здесь наверху находится хотя если он сползает как я вам говорил бывает перекрутия и так могу смотреть ребята на все дело вкуса как вам удобнее это основной принцип так и делаете ну что ж друзья надеюсь вот по моим вот этим конкретно даже часам у вас теперь вопросов станет меньше впрочем тема довольно интересная живая поэтому обязательно пишите там какие-то ваши вопросы и мнения в комментариях будем с вами общаться ну и наконец друзья с вашего позволения хотел бы вам немножко похвастаться есть у меня вот такие наградные мои командирские часы были вручены нам 23 февраля когда-то там давно на праздник в моей воинской части эти часы тоже механика но как оказалось они механика в них довольно слабенькая такая простенькая пружинка там видимо сдохла они у меня не ходят относил я их в часовую мастерскую сказали надо перебирать механизм стоит это кстати не дешево далеко не дешево надо бы обязательно конечно все таки сделать они у меня лежат в секретерии но это память ребят вот если кто служил из вас тот поймет командирские наградные часы ребят для меня это ценно обобщая все мной вышесказанное хотел бы чтобы вы не забывали этот наш с вами принцип при выборе отдел и забыл все остальное ребят это я не знаю дизайн функции опции так далее только на ваш вкус и цвет и под какие-то ваши задачи в жизни и так далее но помните что все-таки в нашем деле все-таки самые важные качества я считаю это простота и надежность так что большущей вам удачи долгих лет жизни вам и вашим часам и пока увидимся